так здравствуйте уважаемые студенты мы сегодня с вами обсудим одну из таких важных проблем центральной нервной системы который изучается в конце обычно да когда вы изучили же все структуры головного мозга начиная снизу вверх то есть мы с вами прошли скажем спиной мозг мы с вами прошли стволовые структуры головного мозга вот задний мозг мы с вами про которого включал себе мозг и мужичок далее мы с вами прошли значит средний мозг промежуточный мозг базальные ганглии и вот постепенно мы дошли до коры полушарие головного мозга то есть рельеф плаща вы прекрасно знаете что то есть здесь у нас целый препарат головного мозга в руках целый препарат головного мозга insert целом препарате мы можем увидеть верхнюю латеральную поверхность головного мозга верхнюю латеральную поверхности, нижнюю поверхность головного мозга, да, и если разделить головной мозг сагитальной проекцией на две асимметричные половины, то внутреннюю медиальную поверхность головного мозга. Кора полушария головного мозга у человека, кора полушария, именно рельеф плаща, чем он представлен? Он представлен бороздами и извилинами. Конечно, их очень много, но я хотел бы дать вам вот эту упрощенную схему, то есть обозначить основные борозды, обозначить основные извилины и, естественно, показать корковое представительство тех или иных центров, которые несут в себе ту или иную функцию, ту или иную функцию, о чем мы и раньше с вами и говорили. Первым долгом давайте с вами нарисуем схематическое изображение головного мозга. Давайте начнем с наружной, то есть верхнелатеральной поверхности головного мозга. Рисуем кору. Приблизительно вот так. Здесь у нас будет мозжечок. То есть верхнелатеральная, наружная и латеральная поверхность коры полушария головного мозга. Дальше. Что мы рисуем первым долгом? Две основные борозды. Латеральная борозда уже нарисована. Сулькус латералис. Значит, это у нас будет латеральная борозда. Сулькус латералис. Первая. Значит, латеральная борозда. Сулькус латералис. С теменной области сверху вниз до, то есть не доходя до латеральной борозды, начинается еще одна основная борозда, которая получила название центральная. Давайте сделаем вот такую проекцию. Центральная борозда. То есть это уже будет сулькус централис. Договорились? Сулькус централис. Сулькус централис. От центральной борозды кпереди. Кпереди от центральной борозды находится прецентральная борозда. Сулькус прецентралис. Сулькус прецентралис. Позади от центральной борозды находится постцентральная борозда. Сулькус постцентралис. Четыре. Сулькус под номером четыре. Сулькус постцентралис. Сулькус постцентралис. Сейчас пока что мы нарисуем основные борозды и извилины, которые нас касаются. Далее. В лобной доле полушария головного мозга в коре находятся две лобные борозды. Верхняя и нижняя. Значит это будет у нас пять и шесть. Сулькус фронталис суперио и сулькус фронталис инферио. Пять и шесть. Сулькус фронталис. Суперио и сулькус фронталис инферио. Сулькус фронталис инферио. То есть, верхняя и нижняя лобные борозды. Дальше, что нас интересует? Нас интересует теперь височная доля коры полушария головного мозга. Височная доля имеется верхняя и нижняя височные борозды. Вот так вот. Значит, у нас по цифре 7 и 8. И будет называться сулькус temporalis superior и сулькус temporalis inferior. Сулькус temporalis superior и сулькус temporalis inferior. Что еще мы забыли? На углу находится угловая извилина. Гирус, ангуль, сулькус. Нет, это уже извилина пошла. Это уже извилина пошла. Ну, дальше мы с вами разберемся. Итак. Значит, основные извилины. Основные извилины. Ну, сделаем вот так. Сулькус интро париатарис. Обозначим буквой 10. Сулькус интро париатарис. Это уже в теменной области. Сулькус интро париатарис. Итак. Мы с вами нарисовали. Центральную борозду. Сулькус централis. От центральной борозды к переду находится предцентральная борозда. Сулькус предцентралis. Позади находится постцентральная борозда. Сулькус постцентралis. Между бороздами находятся извилины. Гирус. Гирус предцентралis и гирус постцентралis. То есть, от центральной борозды до предцентральной борозды находится предцентральная извилина. Гирус предцентралis. От центральной порозды и до постцентральной порозды находится гирус постцентрализ. Запомните, эти две извилины являются основными. В каком плане? Предцентральная извилина, гирус предцентрализ. Это двигательная зона, моторная зона. То есть предцентральная извилина, третья, предцентрализ. Итак, двигательные центры, двигательная зона, она вся. Как раз-таки гигантские пирамидные клетки БЕЦА, которые находятся в пятом слое, они находятся в предцентральной извилине. Значит, предцентральная извилина это двигательная или моторная зона. Такая же постцентральная извилина, гирус постцентрализ. Под номером, то есть которая находится между центральной и постцентральными порознами, она отвечает за чувствительность. То есть это вся чувствительная зона, сенсорная зона. Можем ее обозначить, ну, стулькус, ну, где-то гирус, значит, гирус постцентрализ, чувствительная зона. То есть постцентральная извилина является чувствительной. Предцентральная извилина, гирус предцентрализ, является моторной, двигательной. Позади чувствительные зоны, чувствительные имена, то есть чувствительные извилины. В верхней теменной дольке находится, в теменной области имеется теминая долька. Именно вот эта часть под номером 10. Она прилежит по соседству, по центральной извилине, чувствительной. Тоже является центром общей чувствительности, всех видов чувствительности. Вот эта часть под номером, скажем, 11. Верхняя теменная долька. Глобус. Париотарис. Суперио. Ну, еще называет ее центром кожной чувствительности, да? Давление. То есть центр общей чувствительности, именно в этой зоне. Давайте напишем кожную чувствительность. То есть с этой областью мы с вами разобрались. Теперь, в лобной части, в лобной доле полушарий головного мозга имеются, значит, две борозды, которые делят эту часть на три извилину. Верхнюю, среднюю и нижнюю лобные извилины. Гирус, фронталис, супериор, медиус и инфериор. Супериор нас не интересует. Нас интересует гирус, фронталис, медиус и инфериор. Средняя лобная извилина. Гирус, фронталис, медиус. Ну, напишем под номером 12. Значит, гирус, фронталис, медиус. Здесь находится центр сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону. Центр сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону. Центр сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону. Это средняя лобная извилина. Нижняя лобная извилина. Гирус, фронталис, инфериор. Здесь находится центр или ядро двигательного анализатора артикуляции речи. Под номером 13. Двигательный анализатор артикуляции речи. Значит, гирус, фронталис, инфериор. Двигательный анализатор артикуляции речи. Артикуляция речи. Слобная доля полушария головного мозга мы тоже закончили. Переходим на височную долю. Вот она, височная доля. В височной доле, в височной области мы видим вот эти борозды. Значит, верхняя, средняя. Но нас интересует верхняя височная извилина. Гирус, темпоралис, супер. Под номером 14. Гирус, темпоралис, инфериор. Почему? Здесь локализуется ядро слухового анализатора устной речи. Слуховой анализатор. Устная речи. Ядро слухового анализатора устной речи. Обратите внимание. Угловая и зильная. Гирус ангулярис. В этом месте локализуется ядро зрительного анализатора письменной речи. Ну, скажем, по цифрам, по цифре 15. Гирус. Ангулярис. Угловая извилина. Ядро зрительного анализатора письменной речи. Дальше. В височной области, в глубине вот этой латеральной поросты, имеется извилина гешка, где локализуется центр, то есть ядро слухового анализатора. Вы поняли? Просто ядро слухового анализатора. Или, можем сказать, корковый центр слуха. А подкорковый центр слуха где? Нижняя двухолмия, пластинки четверохолмия. Значит, латеральная порозда. Так, под цифрой, значит, 15. Здесь находится центр. Или сулькус латералис. Латералис. Напишем кешля. Да? Корковый центр слуха, чтобы проще было понятно. Корковый центр слуха. Над латеральной бороздой. Обратите внимание, это же край. Вот латеральная борозда. Вот это край. Находится надкраевая извилина. Гирус супрамаргиналис. Вот это край. По цифре 16. Она будет называться надкраевая извилина. Гирус супрамаргиналис. Где находится центр проксии. То есть, что значит проксия? Целенаправленных действий человека. 16. Значит, гирус супрамаргиналис. Надкраевая извилина. Маргиналис. Центр пропроксии. Так и напишем. Центр проксии. То есть, целенаправленных действий человека. В этой области. В височной области. Но она не имеет конкретную локализацию. Находится еще ядро или центр статокинетического анализатора. Конкретно неизвестно. То есть, какая это извилина. Верхняя височная или средняя. Но, приблизительно в этой местности. Именно локализация. Это височная доля полушарикового мозга. Мы можем написать. Значит, локализация. Коркового центра. Статокинетического анализатора. Значит, под цифрой 17. Здесь, скажем, где-то вот здесь. Височная доля. Статокинетический анализатор. Центр. Статокинетический анализатор. И, наконец, что мы можем еще здесь показать. Верхняя теменная долька. Здесь еще находится, где находится центр кожно-чувствительности. Находится центр стереогнозии. Что такое стереогнозия? Познавание предметов на ощупь. Значит, напишем здесь. 18. Значит, где-то вот здесь. 18. Центр стереогнозии. Стереогнозии. Стереогнозия это познавание предметов на ощупь. Например, в темноте человек ориентируется, что у него ручка или указка и так далее. То есть, познавание предметов на ощупь. Но, скажем так, в этой проекции мы больше ничего не сможем с вами показать, кроме вот этих вот борозд и извилин и локализации вот этих центров. Дальше. Дальше нам нужна внутренняя медиальная поверхность полушария головного мозга. Ну, скажем так, почти что так же рисуем эту же картину. Только показать внутреннюю медиальную поверхность полушария головного мозга. Нас интересует что? Нас интересует вот это место. Нас интересует мозолистое тело. И нас интересует поясная извилина. Плюс шпорная борозда. Значит, под цифрой, значит, вот это у нас будет мозолистое тело. Корпус колозии. Над мозолистым телом находится поясная извилина. Гирус цингули. Запомнили? Вот это мозолистое тело. Вот над мозолистым телом и между сулькус цингули находится гирус цингули. Поясная извилина. По цифре 19. Гирус цингули. В поясной извилине находятся центры памяти, речи, ну, памяти, эмоции, поведения, дальше, характера человека. Она же относится к лимбической системе головного мозга. то есть гирус цингули, поясная извилина, локализация центров, эмоции, поведенческие реакции, поведение человека, эмоции, поведение, мышления, характер человека, ну, и так далее. Она же относится и к лимбической системе головного мозга, поясная извилина. Вот эту часть, которую я обозначил, получил название крючок. То есть здесь где-то находится гиппокамп в этой области. Потому что это внутренняя медиальная поверхность полушария головного мозга. Медиальная. И по соседству находится крючок. Вот это крючок. Под номером 20. В крючке ункус. Здесь локализованы корковые центры обоняния и вкуса. Под номером 20. Ункус, крючок. Корковый центр обоняния и вкуса. То есть один центр. и вкуса. И вкуса. И вкуса. И наконец, в затылочных отделах полушария головного мозга под цифрой, скажем, 21 мы обозначим шпорную борозду сулькус, калькаринус, калькар. Калькаринус, где находится что? Корковый центр зрения. Значит, 21. По цифре 21. Шпорная борозда. Чтобы было понятно. Находится корковый центр зрения. А где находится подкорковый центр зрения? В среднем мозге пластинка четверохолмия, в верхнее двуххолмия с латеральными коленчатыми телами. Значит, шпорная борозда. Корковый центр зрения. То есть, как мы с вами договаривались, кора полушарий головного мозга это место, где есть это восходящий проводящий путь, обычно, например, спинотолемические тракты и так далее, бульботолемические тракты, пропиоцептивные и так далее. Последний нейрон обычно находится в талямусе. Отросток аксона последнего нейрона он будет заканчиваться в коре полушарий головного мозга, где имеется ихнее представительство. Специализированные центры. Или в коре головного мозга, например, предцентральное извильно. Начинается нисходящий проводящий путь, такой как пирамидный трактус кортика спиналис. То есть, первый нейрон получается вот здесь, гирус процентралис, пятый слой, гигантские пирамидные клетки пеца, на протяжении всей процентральной извилины, миллиарды нейронов, ихние отростки объединяются, формируют пучок, который дальше идет сверху вниз, через все структуры головного мозга, через внутреннюю капсулу, ножки среднего мозга, в составе продольных волокон моста, в пирамидах продолговатого мозга. Часть делают перекрест, а часть не совершают. И дальше идет спинной мозг, и заканчивается в спинном мозге на двигательных клетках передних рогов спинного мозга. То есть, на втором нейроне. А от спинного мозга уже, дальше проводящий путь, то есть, аксон идет в составе корешков, в составе спинномозговых нервов, на периферию, и нервирует скелетную мускулатуру. То есть, двухнейронная цепочка. Первый нейрон получается предцентральное изверение, а второй нейрон передних рогов спинного мозга. То есть, это или начало, или конец. Если мы обсуждаем корковые центры зрения, или зрительный анализатор, мы говорим как? С периферии, да, начинаем. Палочки-колбочки, я примерно говорю. Потом биполярные клетки, дальше ганглиозный слой, аксоны, то есть, гандриды англиозного слоя, они все объединяются, формируется зрительный нерв. Так? Дальше зрительный перекрест, зрительные тракты. Дальше идут потом, после зрительных трактов, латеральные коленчатые тела, подкорковые центры зрения, верхние двухолмия, пластинки четверохолмия. Дальше, таляму, зрительную бугры, где находится подушка, пульвинар. Это все подкорковые. А оттуда дальше, корковый центр зрения, где находится шпорная борозда, сулькус калькаринус. То есть, опять, последняя точка, последняя остановка, получается, это кора полушария головного мозга. И представьте себе, когда возникают какие-либо там нарушения, зрение и так далее, или то же самое можно сказать про слуховой анализатор, то задача врача, клинициста найти, где оборвалась эта цепочка. Это ниточка, этот аксон, или периферии, или центр. То же самое, что касается, например, слухового анализатора. Подкорковый центр слуха, мы с вами говорим, где находится крыша среднего мозга, нижняя двухолмия. Так? А корковый центр, это глубина, в глубине латеральной борозды, где находится извилина гешля. То есть последняя остановка, конечная остановка, это кора полушарий. Так вот, при нарушении слуха, задача врача, клинициста, при потере или нарушении, найти, на каком уровне оборвалась вот эта цепочка. Или это периферия. Или вместо выхода, нервус вестибулокохлеария, через мартус, акустикус, интернус, может там произошло сдавление. А может это ромбовидная ямка, где локализованные ядра, помните, кахлеарные ядра, ромбовидные ямки. А может быть это средний мозг, крыша среднего мозга, где находятся ядра, именно под корковой центром слуха. Или это корковое представительство. Даже в историях болезни пишут, диагноз, если причина в коре, нарушение, то у него корковая глухота, то есть там на периферии все нормально, то есть нарушения, патологию, именно какие-то морфологические изменения, органические нарушения возникли именно в этом месте, в коре полушарикового мозга. Всем все понятно? Ну, если у вас вопросов нет, тогда лекция закончилась. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...